Продолжение следует... ...бомбежек от артиллерии, от боевых действий со стороны киевской армии, ВСУ. Здесь сейчас происходит раздача гуманитарной помощи, которая пришла сюда из Ступина, из Подмосковья. Ее организовал предприниматель Евгений Валенков. Также ему помогали в сборе гуманитарной помощи церковь Ивана Керемета, приход батюшки Пантелеймона. В доставке гуманитарной помощи помогало наше подразделение, подразделение «Призрак», 401 подразделение «Саперов». Ну, что хотелось сказать жителям России. Давайте не будем в стороне. Ну, во-первых, конечно, благодарность за эту помощь. Жители благодарят. Хотелось бы призвать россиян активнее участвовать в судьбе Новороссии, потому что, находясь здесь, видишь следы разрушения, которые нанесла военная сила Украины, так называемая. Понимаешь, насколько люди находятся в положении, в бедственном положении. Я призываю вас, дорогие сограждане Российской Федерации, помочь, кто чем может, всем миром, так сказать. Только так мы победим взорвавшуюся фашистскую хунту. Мы находимся в поселке Центральный Луганской области. Мы выражаем искреннюю благодарность Евгению Валенкову, город Ступино, Московской области, и батюшке Пантелеймону, церкви Ивана Керемета. И благодарим из группы Розы Ивановой, город Москва. Это волонтеры, да? Да, это волонтеров мы благодарим. А также мы благодарим инженерно-саперную роту, бригаду «Тресок», за помощь и доставки монетальной помощи. Спасибо большое. И благодарим, что нас не забываете, что помогаете в такую трудную минуту. Как вы тут живете? Ой, как живете? Благодаря гуманитарной помощи мы выжимаем. Благодаря гуманитарной помощи, благодаря, что нам помогают, Красный Крест помогает, Россия очень много помогает. Так живем, я, например, с ребенком, ребенок целый год не ходил в школу, мы просидели просто в подвале. Как поэтому? Как будто бы тут? mannelly. Вот этот дом, куда мы сейчас заходили, вот абсолютно на нем нет крыши. Это активная семья, в которых трое маленьких деточек. Директор этой 25-й школы. Обучалось у нас здесь 86 деток. Планируется до 100, потому что группа кратковременного пребывания, это дети с 4 до 6 лет, тоже будут обучаться здесь. Мы выделим их помещение. Я надеюсь, с 1 сентября мы откроемся. Обращаемся ко всем неравнодушным и будем рады помощи любого формата. Мы готовы делать сами. У нас есть люди, которым не все равно, которые готовы откликнуться и прийти на помощь. Ну, у нас нехватка стройматериала. Нам нужен шифер, нам нужно огромное количество стекла, потому что это проблема его даже купить. Проблема его. Нам нужна мягкая кровля, потому что там есть, дальше мы посмотрим, там есть переход, ведущий к спортивному залу, и там есть классы, которые группа кратковременного пребывания, там была библиотека, они очень в плохом состоянии, потому что течет между плитами, там мягкая кровля. Полностью нарушена система отопления, боевые действия велись в зимний период, она разморожена, она пришла в негодность, старые чумунные батареи, они все просто в трещинах, она вся в негодность, ее нужно все переделывать. Переживаю за детей с каждым днем все больше и больше, потому что времени остается катастрофически мало, я понимаю этот объем работы, который нам нужно сделать, я знаю, что мы его сделаем, но немножко охватывает паника по срокам. Июль месяц, у нас еще кроме того, что мы навели здесь порядок, ничего не изменилось основательно. Я хочу, чтобы вы посмотрели на те воронки, которые у нас есть возле школы, были прямые попадания в химкабинет, есть там разрушения. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти воронки и понимали, какими орудиями бомбила нас украинская армия, украинские войска, они били конкретно по социальным объектам, по фабрикам, по рабочим местам, по жилым домам. Это все целенаправленно летело вот сюда, а теперь детям некуда идти. Школа одна на два поселка. В этой школе обучались детки из двух населенных пунктов. Второй населенный пункт находится за несколько километров отсюда. Ну, то есть, как бы, и так была проблема добираться деткам и все, но если не будет здесь школы, не будет просто, не будет поселка, выйдут все родители, которые имеют деток, они все выйдут. Потому что, понятное дело, этот год еще как-то доучивались, были военные действия, приходилось выезжать, чтобы сберечь жизни свои и жизни своих детей. Ну, уже как бы вроде бы мы надеемся на то, что будет мирная обстановка, и надо как-то обустраиваться, находить работу, обучаться, а обучаться не где. Вот Ирина Малошенко. Я являюсь поселковым головой поселка Центральный Исофиевка, на территории которого 8 месяцев проходили боевые действия. Хочу выразить огромные слова благодарности Евгению Валенкову и его команде, а также батюшке Пантелеймону из города Ступино за оказанную помощь продуктов питания. Она действительно нам очень нужна, мы выражаем вам огромные слова благодарности, она нам крайне необходима, спасибо вам огромное. Она действительно пошла по назначению для жителей, которые остро нуждаются на сегодняшний день. Также хотелось бы сказать огромное спасибо саперам бригады «Призрак», которые оказали помощь в доставке продуктов питания нашим жителям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!